здравствуйте друзья я с утречка как обычно на эти так смотрю новости думаю может что-нибудь такое рассказать вам и знаете сегодня было хорошо то есть никаких таких новостей ничего за пределами обычной дряни и грязи проституток убийц как бы вот ничего за пределами обычного коррупция власть там что-то такое нет новостей ну то есть они конечно как бы должны что-то публиковать чего-то писать что такое но ничего нет вот ну ничего вот вспомнили там вот же симпсона там это господи уже там все про него забыли давно вот они его вспомнили но не о чем реально не о чем людям написать и это хорошо друзья когда нет новостей вот с той стороны то это в общем то здорово это здорово это приятно ничего такого не происходит может еще и произойдет но пока что можно расслабиться заниматься своими делами и не думать вообще об этих вот что они там чего поэтому смотрим по сторонам солнышко светит небо 12 марта у меня кстати сегодня день рождения внучки саши моей старшенькой ведь как у меня дочь 8 марта а внучка 12 так они как-то рядышком так получилось вообще-то это интересная тема у меня с отцом один день разница у меня 28 апреля у него 29 у светланы с матерью один день разницы у света 26 мая у мамы 27 покойный и так вот так как необычно я думаю вот вы слушаете у вас тоже там что-то такое резонирует это у многих людей так вот люди рождаются буквально там если не в тот же день то там плюс-минус пару дней вот и вот это вот и заботы там работал господа что-то я тут мне не нравится тут стоять тем более красный свет тем более люди справа что-то это как-то не не камильфо ага вот все хорошо проехали ведь как была маленькая такая неприятность мы ее едем дальше на работу сейчас у вас ах тыж часы не надо будет часы перевести дело в том что на этих выходных перевели время на летние и я сейчас посмотрел на часы которые на автомобиле смотрю они не переведенные надо будет перевести на руке перевел на сотовом самой перевелась вообще довольно странно обычно на автомобиле такие стоят настройки что он должен подстраиваться под изменение времени автоматически ну давайте я пока пока суд до дела значит посмотрю что у нас часы пожалуйста вот часы time zone pacific daylight savings time of о видите как good of а мы его сделаем он сохраним и посмотрим что получится да значит теперь до перевелось 953 значит перевод времени на летние означает что для того чтобы оставаться с вами значит на одной волне как бы временной значит мне нужно не за 11 часов теперь начинать чего делать а за 10 например если раньше я в пятницу делал в 10 утра по местному делал трансляцию то теперь надо делать ее в 11 у меня есть урок правда еще вот то что я веду сейчас на русском языке по тестированию но все-таки мы его ведем как бы для американского рынка труда и я честно говоря не уверен откуда у нас люди в классе значительной части своей и нужно ли вообще что то менять потому что так я начинаю в 11 утра обычно я начинал в 11 а так надо было бы либо начинать в 12 либо оставаться в 11 но мы тогда давайте мы пока останемся в 11 останемся в американском времени а трансляции наши я подстроюсь они будут проходить в девять нет что-то я уже начал да в 9 вечера по москве хотя можем и снести тоже я не забываю вы скажите если 8 вечера по москве лучше чем 9 то я вполне могу как бы начинать в то же самое время по нашему и будет на час раньше у вас так что такие заботы мелкие никакие вчера было довольно тепло мы погуляли по стэнфордскому университету это было уже 4 часа дня мы пошли гулять и и в общем так все там в маечках вторки не в трусиках там люди губы бегают такие полуголы вот сегодня наверное тоже будет теплый день я не знаю так я на всякий случай там жилетку нацепил вроде с утра можно сказать что немножко прохладно да так такие вот такие вот дела ну что я из диеты вышел давайте покажусь вот вышли как в песне там вышли мы все из народа дети семьи трудовой значит а я вот вышел с диеты вышел я с диеты и я думаю еще пройдет там пару недель и как бы так общий образ общий облик станет получше в том смысле что а кожа там дотянется куда надо было дотянуться все-таки есть опережение знать как жир уходит кожи нужно время какое-то сейчас зеркало гляну ну вроде уже и так получим вот так что я первый день не на диете у меня с собой было вот у меня с собой есть собой к а в собой ки у меня было это не повод злоупотреблять но в общем у меня кое-что есть там я теперь буду как бы держаться в рамках у меня будут так как бы сбалансировано и и и белки и углеводы и файбер как как я я не знаю честно у меня вылетела русское слово клетчатка клетчатка вот все есть не заботливо жена уложила а ей еще четыре но не четыре три с месяца и еще ей значит быть на диете но она уже очень очень как бы сказать неплохо выглядит по сравнению с тем как было раньше то есть так приятно приятные изменения я вешу 80 килограмм и вспоминать начали мы со света и когда я весила 80 килограмм последний раз и вот выяснилось что когда мы с ней познакомились а мне тогда это было за неделю до того как мне стукнуло 19 и значит вот у меня тогда был вес 76 а 80 я уже в следующем году уже было 80 то есть когда мне было 19 вот где-то я вернулся там свои 19-20 вот сейчас по общем общему весу что довольно занятно ладно сейчас у нас наступает такое время когда нужно научиться держать форму то есть одно дело когда тобой занимаются другое дело когда ты сам должен себя контролировать второе надо немножко подкачаться так как то вот так как то а то косточки до светлана у меня кучу она же выросла в киеве и какие-то незначительные незначительные следы от украинского языка присутствуют в ее сознании вот она никогда сильно не разбиралась но так вот во всяком случае кощей бессмертный на украинском это это не анекдот это правда правда так как кощей бессмертный это чахлик невмерущий чахлик невмерущий вот поэтому насчет невмерущего я не очень уверен в себе а вот чахликом быть не хочется поэтому вот это вот греметь костями мы с этим поборемся ну по возможностям возможностям да ну что еще сказать когда в мире ничего не происходит где она тогда происходит вот у нас тут а у нас тут большие творческие планы мы движемся в сторону автоматизации точнее у нас всегда была автоматизация с первого дня нашей школы начиная с девяносто четвертого года но просто мы сейчас как бы акцент туда переносим будет больше автоматизации у нас сегодня такая интересная ситуация складывается что запросы которые есть даже наручное тестирование в общем то они хотят чтобы люди знали уже но может быть что-то техническое тоже не автоматизацию ну что-то или скажем так получше бы знали или побольше бы знали того чтобы там и так учим в принципе но как бы требования растут но что касается автоматизации у нас так много запросов которые мы не в состоянии удовлетворить что в общем то ну как бы получается есть какая-то ниша и мы туда не додаем вот в эту нишу а автоматизация там очень интересный такой происходит процесс если когда людей берут наручное тестирование на практику там частенько оставляют но в общем то это обычно не является целью найма практиканта ну пришел там по практиковался вот а когда речь идет об автоматизации то они не хотят чтоб чек уходил то есть как бы намерение такое бывает чек не не проявил себя это другой разговор но в общем и в целом когда они его берут на практику казалось там на два до три месяца они чего еще научить должны в курс дела ввести должны это большая работа на самом деле то есть человеком заниматься чтобы он мог продуктивно что-то вкладывать в процесс и после этого уже никто не хочет чтобы он уходил поэтому когда интервьюируют на практику по автоматизации то интервьюирует уже как на работу и намерение такое чтоб его уже как на работу поэтому жалко пропадает столько добра потому что они господи вот поэтому мы решили вот 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 в эту нишу побольше на закладывать потому что хорошая хорошая ниша такая востребованная так что мир меняется потихоньку и над соответствовать вот мы так стараемся соответствовать это будет связано с разными усилиями там на нашей стране ну вот я например героически там сделал 6 новых программ то есть есть программы которые чисто по автоматизации курсы а есть совместные то есть вот усиление нашего обычного курса в сторону автоматизации и и это все надо утвердить церковь в городе сакрамен то есть организация которая вот этим всем занимается поэтому мы туда отправили я за буквально за полторы сутки все это дело написал и отправил то есть теперь мы уже можем фактически набирать официально может набирать студентов можем заключать контракт там и так далее что без того чтобы официально туда отправить нельзя ну не положено вот и где-то мы уже на 5 апреля на 5 апреля у нас нами намечен курс для тех кто работает для тех кто уже в профессии хотя бы годик поработал вот и мы на этом курсе будем отрабатывать технологию мы мы практически всем составом нашему педагогическим пойдем и будем тоже так подхватывать и тут и там поэтому такая у нас волна новая еще одного человека нужно будет нанять вот может быть не прям сейчас а где-нибудь ближе к июню в мае вот нужно будет еще одного человека нам который преподавателем который будет такой более технический который будет больше на автоматизации и вот и заживем как бы какой-то такой новой жизни мой мой личный план состоит в том чтобы до конца вот 2018 года будем надеяться что ничего катастрофического не случится в экономике а случится так тем более вот до конца восемнадцатого года мы должны перейти вот уже на эти новые рельсы а вот ближайшие там мы уже не десять месяцев от скажем девять с половиной у нас будут такие по освоению по освоению новых процессов технологий там и так далее очень и очень много изменений до кучи там присутствует кризис казалось бы там вот потянешь за одну ниточку а за этой ниточкой там масса всего вот поэтому так такое будет я хочу сейчас кстати может быть кому-то интересно я хочу сейчас еще сделать такой интерншип практику в компании который будет у нас тут то есть мы не будем их куда-то посылать а мы будет это здесь я на на комнатку с него у нас места мало свободного почти нет поэтому я наверное у тут же у нас на плазе какую-нибудь комнатку сниму и у нас будет своя практика такая интенсивная и ручная и автоматическая мне проекты нужны я хочу чтобы если у кого-то есть проекты потестировать вот я с большим удовольствием как бы возьму у кого-нибудь проекты так что то есть у нас как бы есть вот так для школы но проектов для того чтобы вот практикантов посадить и гонять с ними эти проекты и вручную и автоматически вот вот такого вот нет прям сейчас нет если у кого-то есть что-то потестировать какие-то разработки давайте мы можем так уже если интерес есть мы можем скайпе где-нибудь поболтать о том как как именно мы это сделаем и я думаю что у нас есть масса замечательных фишечек которые вам понравятся помимо того что там ошибки кто-то найдет и так далее вот наверное все кто досмотрел спасибо кто не досмотрел тоже спасибо что хочет что-то посмотрели так жизнь продолжается солнышко светит счастливо